Попросили меня тут рассказать как удаленно управлять рабочим столом телефона или планшета с компьютера. Сделать это не сложно, особенно если у вас Samsung. Многие модели Samsung поддерживают удаленное управление через TeamViewer, причем поскольку соединение идет через сервер TeamViewer, это работает даже через интернет. Я уже подробно рассказывал о TeamViewer, повторяться не буду. Впрочем, стоит добавить, что с недавних пор с эксклюзивом для Samsung покончено, и теперь TeamViewer работает на всех Android устройствах, но есть одно но. Если Samsung можно управлять удаленно через TeamViewer из коробки и не лишаясь гарантии, так как это поддерживается нативно, то на девайсах других фирм для удаленного управления нужен будет рут. Второй способ который обычно рекомендуют для не рутованных устройств AirDroid. К сожалению это вранье. В то время как он позволяет именно управлять устройством, ну там смски читать или удалять программы, увидеть экран девайса на экране компьютера через AirDroid получится только если телефон рутован. И программе выдано соответствующее разрешение на рут доступ. AirDroid работает через обычный веб-браузер. Просто вбиваете в адресную строку адрес, который приложение написало на экране девайса, и подключаетесь прямо через браузер. Ну и самый кошерный способ это если у вас телефон рутован. На большинстве рутованных моделей можно запустить VNC сервер. Обычно рекомендуют Droid VNC, но мне больше нравится VNC сервер. Они бесплатные, качаются через Play Store. Теперь вам нужно объединить ваш компьютер и Android девайс в одну сеть. Можно это сделать через USB с помощью утилиты ADB из комплекта для разработчика, либо через интернет прокинув VPN. Ну если вы умеете прокидывать VPN и пользоваться ADB, то уж с VNC-то точно справитесь сами, и никакие видео от Изи вам не нужны. Обычным лаймерам же нужно тупо подключить и компьютер и девайс к одному роутеру. У вас скорее всего так уже сделано, через домашнюю точку доступа. Установив сервер на девайс, запускаем приложение, даем ему права root если вылезет окошко с запросом прав, и в нем включаем сам VNC сервер. Теперь нам понадобится VNC клиент на компьютер. И хуево туча, я пользуюсь tightvnc под Windows. Запускаем клиент, вводим адрес и обязательно через двоеточие порт, как написано на экране вашего девайса. И не говорите мне блять что это сложно, я умудрился сделать это с разбитым экраном, чтобы высарпывать со сломанного девайса личные данные и стереть их прежде чем отдавать телефон хуй пойми кому в гарантийную мастерскую. Ну так вот, теперь вы можете управлять рабочим столом андроида с компьютером. Это медленно, неудобно, так как не все и не везде работает, например клавиатура, но тем не менее пользоваться можно. Ну и любителям гомофонов будет интересно, что VNC сервер есть и для устройств Apple. Работает это только на рутованных, то бишь джейлбрейкнутых девайсах. Вам нужно поставить VNC сервер из CD, запустить его, понять по какому адресу он отвечает. Как и в случае с андроидом, порт будет стандартный для VNC соединения 5901, а IP адресом будет являться IP адрес самого огрызка. Дальше точно так же как и с андроидом, вводите адрес VNC клиент и подключаетесь к девайсу. Подчеркиваю, для всего этого нужен рут или джейлбрейк. Есть еще программа WebKey. Она как бы объединяет AirDroid и VNC, по сути это VNC к которому можно подключиться через браузер. Для работы нужен рут. Если вы установите заранее хоть какой-нибудь вариант, то это поможет вам выйти из жопы если вы вдруг разбили экран. Но вряд ли вы будете держать эти приложения запущенными просто на всякий случай, так как они жрут батарею. Последний способ для тех кто разбил экран, но хотя бы заранее включил USB-дебаггинг. Тогда вам поможет программа Android Screencast. Она работает не на всех девайсах, но все же. Установите у себя на комп Яву и собственно приложение Android Screencast. Подключите девайс к компу USB кабелем и запустите программу на компе. Если USB-дебаггинг включен, то внутри утилиты вы увидите ваш Android Desktop. Работает это очень медленно, потому что по сути приложение просто постоянно снимает скриншоты с экрана и показывает их вам как картинки. Но часто это единственный выход. Аналогичная функция есть в бета-версии Google Chrome браузера для Android и версии Chrome для разработчиков для компьютера. Включаете в десктопной версии некоторые флаги, на девайсе включаете тот самый USB-дебаггинг, запускаете на девайсе Chrome, открываете любую страницу. После этого нажимаете пару кнопок в браузере на компьютере, и получаете картинку с телефона на компьютерном экране. Пока это все в бете и ориентировано для упрощения разработки мультиплатформенных веб-сайтов вебмастерами, так что не знаю будут ли они вообще выводить это в релизной версии Chrome. Да и с разбитым экраном вряд ли запустишь. Также не забывайте, что у многих девайсов есть HDMI-выход и USB-хост. Даже если экран разбит и тач сломан, вы можете подключить такой девайс к телевизору или монитору, воткнуть в него USB клавиатуру или мышь, и пользоваться как компьютером. Субтитры создавал DimaTorzok